добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о эволюции христианской свободы после четкого осознания необходимости подотчетности и реализации этой подотчетности наступает следующий период который я называю я слуга смотрите что говорит иисус это марка 9 глава 35 стих и сев призвал 12 и сказал им кто хочет быть первым будь из всех последним и всем слугой когда мы осознаем что наше призвание вообще не относится какой-то сфере деятельности там к музыке к пастерству к сми к видео не знаю там каким-то любым абсолютно видом и родам деятельности но прежде всего касается служения мы начинаем желать этого служения мы начинаем изо всех сил искать этого служения изо всех сил вообще знаете нащупывать что вообще это значит быть слугой и мы понимаем что способов служить достаточно много но все они сводятся к одному это служение сегодня огромное количество лидеров сегодня огромное количество людей которые хотят нас куда-то вести они знают правильные пути они знают эти пути наизусть и лучше нас знаете есть такой анекдот встречаются два христианина один другому говорит а кто твой пастор мой пастор доктор а твой пастор а мой строитель в смысле он строит дома нет нет он строит из себя человека который думает что знает куда нам идти и к сожалению основание у этого анекдота достаточно серьезное лидерство с одной стороны это достаточно важная часть служения но слишком уж много лидеров слишком много людей которые знают куда идти и к сожалению подавляющее большинство показывает в собственном направлении то есть все показывают в разные стороны и так у нас очень много лидеров каждый показывает свою сторону и наверное поэтому народ божий и не только народ божий находится в состоянии знаете такой дезориентации то есть мы на самом деле не понимаем куда нам двигаться потому что масса лидеров с большим и довольно таки серьезным авторитетом показывают в разные стороны и беда не в том что они показывают в разные стороны беда состоит в том что они претендуют на истинность и простому человеку для того чтобы следовать куда-то нужно будет опираться на авторитетность того или иного человека либо отвергнуть эти авторитеты и стать бунтарем прослыть человеком который находится в непослушании но беда в том друзья что мы не призваны быть лидерами мы призваны быть слугами слуга это не тот человек который идет впереди да там с флагом или на лихом белом лошадь это человек как знаете как проводник который действительно знает правильную дорогу и он пойдет вместе с нами и проведет нас через все сложности и перипетии жизни мы готовы смириться по тех людей которые приходят в нашу жизнь мы рассматриваем абсолютно каждого человека который приходит к нам как человека априори выше нас по положению потому что мы являемся слугами потому что мы являемся теми кто призван мыть их ноги накрывать столы готовить для них откровения таскать каштаны из огня и делать абсолютно все что необходимо для того чтобы эти люди состоялись в жизни обрели спасение встретились с иисусом мы готовы склоняться это когда мы уже не просто знаете с позиции лидера на эти такие министры министры люди которые служат управлять нет мы люди которые подчиняют себя всем остальным для того чтобы поднять а